Дорогие братья и сестры, очень страшно представить то, что Аллах, если бы не выбрал нас из числа всех людей, которые проживают в нашем городе, в нашей стране, и во всем этом земном шаре, не избрал бы нас и не селил бы в наши сердца ту веру, которая у нас есть. И очень страшно представить то, что кто-то из нас может проснуться и эта вера у него не будет. С кем же он тогда останется? Кто будет его покровителем? Кто будет отвечать на его молитву и на его дуа? Кто ему будет помогать в другую ситуацию, в другую минуту и отправлять облегчение после испытаний? Поэтому, дорогие братья и сестры, пускай каждый из нас старается благодарить Всевышнего Аллаха за ту веру, за те знания, которые мы получили, и жить в соответствии с этой верой и жить в соответствии с этим знаниями. Ибо в сутный день, Роб Мухаммад салиллаху Алиху Асаналим поведал нам, о том, что каждый из нас представит перед Всевышним Аллаху Саламу Атану, и он не шалопнется, не сдвинется со своего места, до тех пор пока не будет спрошен о четырех вещах. Роб Мухаммад салиллаху Алиху Алиху Асаналим в одном из своих харисов говорит, «За ясену падана ихна абдин, яума аль куяма, хатта юсалам Аллаху». Не шалопнется, не сдвинется с места стопа или стопы человека до тех пор, а пока он не ответит или не будет спрошен о четырех вещах. Четыре вещи, которые Аллаху Субханаху Атану ему дал в этом мире, и за эти вещи мы будем спрошены перед Всевышним Аллаху Субханаху Атану. Представьте себе, что вы представили перед Всевышним Аллаху Субханаху Атану. И самое первое, что будет сказано, самая первая вещь, которую упоминает Аллаху Мухаммад салиллаху Алихсалам, Будет спрошен человек о своей жизни, которую Аллах дал в этом мире, в том, в чём он его потратил. Куда он потратил свою жизнь? Среди нас есть люди, о которых можно сказать, что этот человек всю жизнь был правильным, всю жизнь был хорошим человеком, всегда делал плохие, всегда делал хорошие поступки и отстранялся от других плохих поступков. Есть люди, о которых можно сказать наоборот, что этот человек был плохой, и люди вокруг него не видят от него ничего хорошего. Только дурные поступки, только дурные дела. Поэтому каждый из нас должен поставить на весы свою жизнь и измерить, чем же он занимается, действительно ли он является человеком, который перед Аллахом в надлежащем положении. Я не говорю, не надо думать только то, что я верующий мусульманин, и я уже автоназист не становлюсь хорошим. У Аллахи нет. У Аллахи нет. Есть верующие, есть мусульмане, которые, к сожалению, своими поступками, своим языком, своими сообщениями, своими действиями, своими разговорами сеют смуту среди мусульман. У Аллахи есть такие люди, о которых пророк Мухаммад сказал, даже если ты не сможешь что-то хорошее сделать, хотя бы не вреди людям. И это не означает то, что это о каких-то неверующих людях говорится. Нет. Это говорится о нашем обществе. И поэтому каждый из нас должен еще раз подумать, даже если ты верующий человек, даже если ты считаешь себя праведным, не являешься ли ты тем человеком, о котором Аллах говорит. Иисусуя Альга. И они считают то, что они поступают наилучшим образом. Субханаллах, сколько искренних братьев и сестер, которые думают то, что действительно сделав какой-то поступок, или сказав какое-то слово, или поучаствовав своими комментариями в каких-то чатах или интернет-ресурсах, думают то, что принесут пользу, а на самом деле делают только наоборот. Сколько таких верующих мусульман, которые думают то, что следует в судне пророку Мухаммада, и нет, они не следуют ей. Потому что те последствия, которые возникают после их поступков, или после их дел, они влечут за собой тяжелые последствия именно уме пророка Мухаммада. Поэтому, лечение этих вещей, решение таких моментов заключается в том, что каждый из нас должен стремиться изучать свою религию глубже и глубже, получать знания глубже и глубже, и просить Аллаха, чтобы Он дал ему фикх, в виде понимания, правильное понимание своей и нашей природы. Следующее, о чем говорит Рок Мухаммад, Человек будет сброшен, помимо того, как прошла его жизнь, а его молодости, в чем он ее использовал. Поистине молодость – это то время, которое приходит между двумя слабостями. Это время силы, это время энергии, это время, когда человек может очень добре сделать. Между двумя слабостями, с момента, когда он родился до тех, он пока не стал молодым, он является слабым, он нуждается в родительском уходе, нуждается в воспитании, нуждается в получении знаний. И так же в старшестве, когда человек подобен тому, какой бы он был младенцем, он на кисло уделял. И мы его возвращаем обратно в то же положение. И у Аллаха, дорогие братья и сестры, каждый человек, который был в молодости и не использовал его надлежащим образом, то Аллах обязательно его об этом спрощит. Как говорится в другом хадисе, где про Мухаммад, в Аллаху али ассаллах говорит, «Девка талим хамса, кабра хамса, воспользуйся пятью вещами, пока не придут другие пять вещей». И Стехан величислил своей молодостью, «шабабили», «хатта ятия хамса». До сих пор пока не придет старости. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы не перестаем повторять о том, что человек, у которого колени не привыкли поклоняться Аллаху субханалу ата'алу в молодом возрасте, сложно не будет поклоняться Аллаху субханалу ата'алу старости. Те умы, те разумы, выражаясь, скажем так, молодежным знакомым, те мозги, которые Аллах субханалу ассалла дал, и они не применяются в изучении религии Аллаху субханалу ата'алу, в изучении Аллаху субханалу ата'алу. Если они не были использованы в молодости, то сложно будет приучить их к тому, чтобы за очередь про ангелы получать знания старости. Поэтому, дорогие братья и сестры, постараемся же мы, чтобы там молодость, который нам даровал Аллаху субханалу ата'алу, чтобы мы использовали ее во благо себе и нашему обществу. Аллаху субханалу ата'алу спросит о нашем преимуществе. Каким образом? Меняйте отказать. Откуда ты получила? У Афина. Если вы думаете, что этим самым завершиться не было. И куда же ты его потратил? На сегодняшний день очень много способов заработка. Аллаху субханалу ата'алу каждому времени, каждому асу, каждой эпохе дает подходящий метод, подходящий способ того, чтобы человек зарабатывал. И в этом нет ничего зазорного. Наоборот, если это кастун халал, если это халальный способ заработка, то это только оспоримое. Но только этим это не заканчивается. Если даже ты заработал, то куда же ты все это потратил? Люди делятся в заработке и в трате на 4 категории. Из них только одна хвалимая. Только одна довольная Аллаху субханалу ата'алу. И это когда человек халаль не заработает, и он тратит это также разрешенных вещах. Однако, если у тебя халальный заработок, и ты тратишь это в хараме, то горе тебе. Однако, если у тебя харамный заработок, и ты пытаешься себя обелить и сказать, я буду делать садакам, то горе тебе. Инна Аллаху субханалу ата'алу. Поистине Аллаху субханалу ата'алу, ты чист и лучший, и не принимает ничего, кроме лучшего. А то, что ты получил через харамный заработок, в Аллахе это не является лучшим. В Аллахе Аллаху субханалу ата'алу, это не принято. Даже если ты все это потратил на пути Аллаху субханалу ата'алу. Даже если ты построишь мечери, или дома для сирот, или еще что-то, не обольщайся. Это дело Аллаху субханалу ата'алу не принято, как сказал наш Бабушка Аллаху субханалу ата'алу. И также упорит тому человеку, у которого харамный заработок, и он тратит это все в харам. Одна из причин того, что Аллах субханалу ата'алу не принимает дуа. Аллах так говорит, «Если тебя спросят мои ловы обо мне, то я в язык в них». Аллах субханалу ата'алу всегда принимает дуа. Но одна из причин того, что Аллах субханалу ата'алу не отвечает на дуа, это тот хадис, который Роб Мухаммад субханалу алейху ата'алу описывает человека. Хази, Ари. Таля алейми сафа. Фаэфрау ядейни вайкули, я Рабби, я Рабби. Представьте себе человека, пыльной, в изношенной одежде. Видно, что он долго путешествовал. То есть в Аллахе даже самое черное сердце, если его увидят, он пожалеет его. И поможет ему. И этот человек поднимает руки к Аллаху субханалу ата'алу и говорит, «О мой Господь! О мой Господь!» И просит у него о том, чтобы Аллах субханалу помогал. Он смотрит на то, что он пьет. «Махханалу – харам» Одна. Его еда – харам. Запретная. «Махханалу – харам» – то, что он пьет – это харам. «Оли баисугу – харам». Даже его одежда что? Запретная. И как же Аллах ответит ему? Давайте же подумаем, сколько мы делали дуа, и Аллах тогда возможно не отвечает. И может быть секрет этого происходит в том, что у нас есть деньги, которые мы заработали. Или есть пропитание, которое мы кушаем, не думаем о том, что халя, не халя, берем, покупаем мясо в непонятных местах. Возможно там свинина, возможно там то, что было заряжено неправильным образом, колбасу, сосиски, курицу или другие продукты питания и кушаем. Ученые говорят, харам бывает в двух видах. Либо то, что сам по себе харам, как мердичина, спиртное, свинина или еще что-нибудь. Либо заработал харам на путем. То есть человек приобрел это заработанным путем. Само та же может быть еда нормальная, но оно было приобретено. Или деньги, возможно, на которые были куплены, они харамным образом были приобретены. Поэтому каждый из нас должен опомниться. Особенно все моменты, когда процветают всякие финансовые пирамиды. Валлахи стыдно должно быть людям. Валлахи стыдно должно быть мусульманам, которые стремятся участвовать в этих вещах. Обманываются всем каким-то призывом, типа у них есть какие-то халальные сертификаты или еще что-нибудь. И инвестируют, в кавычках, свои деньги в такие харамные проекты. Валлахи Аллаху Субханаву Ата'Аля спросят каждого человека, которого участвовал в таких вещах. И необходимо от этого избавиться. И от этого отойти и сделать таббе для того, чтобы Аллаху Субханаву Ата'Аля не спросил нас за такие вещи. И так же Аллаху Субханаву Ата'Аля в сутный день, когда каждый из нас предстанет перед Ним. И будет спрошен об этих третих вещах, будет спрошен очки о знаниях, которые Он знал, которые Он услышал, увидел или прочитал, и что же Он с ними сделал. Аллахи, дорогие братья, все, что мы здесь говорим, все, что мы слушаем об исламе, о знаниях, является доводом либо за нас, либо против нас. И горе тому человеку, который сидит, слушает это, и выходя из этих дверей, не меняет свое положение. Горе тому человеку, который получает какие-то наставления от своих братьев, от своих сестер, знает, что этого нельзя делать, и продолжает жить таким же образом. Каково же его положение? Каково же положение этого человека? А положение этого человека мы читаем каждый день, в каждом рата'ате. Только не путем тех людей, на которых пал гнев Аллаху Субхану А. Что это за народ? Это тот народ, который знали и не делали. АЛЛАТИН ААЛЬМУ, ВАЛАМ ЯАМАЛУ. Это те люди, которые знали, но не поступали по своим знаниям. У Аллахи это очень страшная вещь. Если человек подумает об этом... Если человек подумает об этом, то Аллах ему должно быть очень страшно пристать перед Всевышним, и если его дела не соответствуют его знаниям. Поэтому он просил Аллаху Субтитры, каждый день, на каждой массе. И берется, Аллаху Субтитры. Веди нас в предыдущем. Когда лучшие дела соответствуют нашим знаниям, и когда наши знания соответствуют нашим делам, дай Аллаху Субтитры, чтобы мы отстранились от своих грехов, чтобы мы оставили свои грехи, чтобы мы узнали и полезные знания получали о нашей религии, и чтобы мы могли применить их в наших делах. Акули ковли надо, «Вастагфируллаха لي и у лакум». «Волизали المسلمين мин кули лам, фастагфируху, иннаму хуааааааааааааааааа. Аллаху Субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok